здравствуйте обзор покупочек из магнитика как я протестила вот на nvidia которая рекомендуется разрешение видеокамеры но мне идет на 720 пикселей это самое вот тот оптимальный hd 10 1080 пикселей 30 fps она у меня как-то не тянет тянет как-то вот как там горбушкин сказал короче лагает в общем дошла я до магнитика и если бы не моя добрая старшая сестра я бы наверное не увидела эту лапшичку потому что там где она обычно бывает и и тупо не было я чуть было уже не купила думала купить этот роллтоновскую яичную лапшичку но что-то как-то передумала потому что шла то я вообще тупо за сметаной рисом и лапшичкой казанской из казани которая как бы но это попутно как-то я всего еще купила увидела такой что-то большущий персик в общем почти на 400 рупий я купила я решила ободрить заодно протестить камеру но так как у меня сейчас загружается smr на канал то как бы я не могу сменить трава на видеокарте там три вообще варианта на выбор от венокс рекомендованные которые сейчас стоят которые обычно стоят раньше стояли по жизни настоят а потом свободные какие-то еще какая-то требуха ну и после этого просто обычно надо перезагружать ну так как у меня видос наконец-то загружается учитывая что open shot дохрена вообще жрет ресурсов не знаю может конечно с маленького формата если допустим мать и монтировать после того как запишешь вот на экшн-камеру но меньше будет жрать ресурсов но как-то тут вообще глючит ощущение будто у меня не 4 гига этой самой памяти я поставила не 64 бит а 64 поставила какой-нибудь 1 гигабайт не знаю вообще конечно все оптимально в этой системе но вот open shot как-то на девятнашке зачем они его обновили вообще вот зачем очень деморный неприятный непривычный фон у него какой-то вообще черный хрен знает черное на черном вообще для кого ну делались не знаю короче в общем увидела я персик купила себе персик такой вот мячиком персик потом увидела вдруг по 130 они были совсем чутка взяла потому что она уже почти вся отмерла черешенка 130 рублей килограмм сметанка что-то было я не знаю по 50 55 что ли или как-то так я периодически подобную сметанку беру это у нас чего это у нас молочные продукты и поселок юбилейный рыбинский район ярославская область сметана 20 процентов этого самого и 400 грамм и вот у нее в этот раз вот крышечка какая-то дефектная была я сперлась а конечно сумочка этой она уже там висит с которым не ви как и подарила подпишется на встреча в реале в москву сити потом я увидела сыр хотя у меня как бы есть сыр он лежал в морозилке я его разморозила правда еще не разрезала не знаю как он там это пережил заморозку мне как-то кто-то из комментариях советовал каким-то своим моим видео то ли стримом то ли еще что то что можно типа потереть сыр заморозить его и потом разморозить и есть я его тупо заморозила не потерев не потерше да тут увидела что-то 85 что ли рублей или 90 вообще рублей это за брестовский знатный продукт классический сыр что на 5 процентов жирности нарезка но иногда беру хороший такой сыр и в брусочке хороший нарезки хорошие что-то я решила что надо мне его наверно взять может быть я есть просто хотела но я вроде как сытая была ну хз короче вот что-то я накупила больше чем нужно купила эту лапшу после того как сестра мне показала что она теперь районе макароны всякой такой крупы стоит они там где обычно над заморозкой всякой вот третья наверное уже коробочка за мое бытие здесь купленная в местном магните лапши такой такую лапшу я привозила из казани когда там была очень хорошая вкусная лапша такая вот у меня супчик вчера сварен был как раз сварен наверно на этой лапше на остаток было чем я как-то убиралась в шкафчике из кухонного гарнитура в одном из шкафчиков кухонного гарнитура на кухне и как-то его поставила наверх что-то перекладывая забыла убрать шкаф там думаю блин а где же у меня лапша то она все еще там вот недели две лежит короче купила я сей рис сначала какой-то увидела такой рис сделан в индии точнее выращен в индии все такое интересное какой-то темный такой рис думаю не помню когда последний раз темный рис брала такой темный интересный рис но потом глянула здесь какой-то в общем его надо вот выбирать этот рис там и темный рис и какой-то даже не рис а потом вот увидела я вот в таких вот упаковочках беру фасоль и фасоль мне в принципе нравится рис я вот что-то первый раз такой упаковочке увидела рис длиннозерный шлифованный что-то 40 что ли он там с чем-то стоил 800 грамм недавно вот месяц назад рожденный 26 06 даже чуть меньше чем месяц тогда блин что-то я сливаю сливаю вообще сегодня такая погода я как бы выспалась но когда встала и вот тут такая вялая вообще была хоть после душа уже там покушать и приготовила и чтоб не уснуть над переводом вампира я себе на кухне и в комнате по палке ароматическая одинаковая так подожгла потому что они меня как-то бодрят хотя вообще такой довольно крепкий кофе деряпнула что-то как-то привыкла большую чашку в 2 чайных ложки фигачить какой-нибудь буси да а тут взяла чуть чашку поменьше ну где-нибудь 150 миллилитров там от силы оказалось а хоть она и вытянутая и у меня очень крепко что-то так получилось короче вроде как бы можно и не спать и все вырубает так еще я купила значит это что-то я на них подсела сегодня как раз их делала жарила я пару раз делала паровыми еще до уеду в москву московскую область а потом что-то я так решила их пожарить вчера жарила сегодня жарила на сале на большой сковородке толстой как на которой ничего не пригорает как бы ну может там конечно и пригорают если постараться у меня пока не пригорало на сале короче говоря с вареным рисом туда фигачила вот эти вот каких там рыбные палочки вичи любо есть любо есть любо есть хз я такие оказывается тоже тоже вичи только на развес покупала как-то в атаке что-то они мне так прониклись понравились я вот видимо нашла тот способ их приготовления потому что паровыми они выходят как хлебушек вообще по вкусу хлебушек и хлебушек черненький хлебушек а здесь они как бы и пропекаются на глубокой сковородке с свиным салом и под крышкой толстой с дырочкой маленькой и при этом ну не так чтобы вот видно было что не зажарились ну как как-то в общем интересно получается довольно вкусно я думаю что он тут разогреть на сковороде 3-5 минут но у меня с обеих сторон вот у меня где-то так и есть и тут показана сковорода примерно как моя только тут зеленая с зеленой ручкой жопка у нее зеленая а у меня такая же только красная ручка у нее что-то около 80 рублей тут в упаковке полкило а еще я себе купила все таки купила что-то у них увидела потом думаю да вроде у меня масло пока есть масло вроде как стираю масло я не знаю вот это вот масло хоть моя бывшая соседка по работе уверяет что там вот этой фирмы прям такие отличные масло но знаете вот тут как бы масло макадамии рафинированное стопроцентное якобы первого отжима чего это за масло на самом деле я без понятия но вот я когда им всем смываю блеск какой-нибудь или помаду из губ ощущение будто я обычным подсолнечным маслом пользуюсь вообще один в один по запаху по как бы не знаю не то чтобы вкусу но то ощущением подсолнечное рафинированное масло только по цене какой-то маленькая штучка по цене обычной бутылки да и в общем я что-то взяла и купила себе когда-то мне или саша житого дружка моя присылала или настя зарецкая в каких поменяшках первых отсылала короче тут у нас чистая линия вообще в чистая линия мне нравится чистая линия чуть 55 или 56 рублей тут 100 миллилитров мицеллярная вода 3 в одном цветочная снимает макияж успокаивает смельчает 100 процентов натуральная основа до всех типов кожи красивая кожа фитотерапия выводит токсины когда я первый раз увидела я что-то все пыталась понять что там составе какой цветочек хоть тут розочкой нарисована потому что помню мне как-то кто-то дарил и там вот реально было написано розовая вода а тут цветочная вода и как-то не очень понятно что тут вот сейчас правда увидела только сейчас увидела состав в общем тут экстракт розы экстракт ромашки и по ходу дела у все остальное уже чего-то такое что-то такое марки си марки короче а это в общем видимо экстракт ромашки экстракт цветов или экстракт чего-то еще ну в принципе на без рыбирок рыба там еще стоит такая по сто семьдесят девять четыреста миллилитров гориньеровская любимая рентгена которая аленка елена снегирёва тиркана у неё с елена называется вода но я как-то не знаю нафига мне эти 400 миллилитров лук она не не подойдет потому что я и как бы морду лица не смывают настолько как вот в основном люди смывают женского пола не только женского иногда короче я взяла вот эту мелкую ну как-то стоит жрать не бросить тут после вскрытия шесть месяцев до шесть месяцев я думаю 100 миллилитров как-нибудь и делаю в общем вот купила себе вот она в общем вот такие у меня покупки случились и как бы наверное усё надеюсь у меня там уже это асмр загрузилась чтобы можно было попробовать протестировать обновить драйверы хотела сказать на винде на линуксе linux mint корица 19 как бы считается что корица как бы менее жрущая память относительно матэ но не знаю на семнашке так было на девятнашке вот в принципе ничего особо так не тормозит если не пользоваться этот опеншот вчера я попыталась на ноутбуке на семнашке смонтировать пока у меня монтировался этот чай на опеншопинг на компе в общем у меня завис этот опеншот на ноутбуке вообще не знаю что там случилось с этой семнашкой они же должны по идее поддерживать до девятнадцатого года включительно тут девятнадцатый год еще не наступила семнашка уже откинулась в общем всем спасибо всем отличных операционных систем всем пока